О каких мужских проблемах девушки никогда не поймут? На самом деле мужчины делают очень много лишнего дерьма, чтобы женщины в любой ситуации чувствовали себя комфортно. Я думаю, что все мы люди и к нам нужно относиться одинаково. Разве я не могу чувствовать угрозы со стороны женщины? Да, но ожидается, что мужчины будут сильнее перед лицом нападения, грабежей и других страшных вещей. Я не думаю, что кому-либо вообще следует сталкиваться с этими вещами. И тем не менее мы живем в мире, где все это существует. Мужчина должен запирать двери, потому что он лучше знает, а женщина не должна. Я согласен, было бы хорошо, если бы никому не приходилось запирать двери. Но нынешняя философия кажется полезной только для киллеров и грабителей. Когда женщина разрывает отношения с детьми, а затем мужчину облагают алиментами, считают преступником и смотрят как на дерьмо. Каждый раз, когда я разговариваю с каким-либо юристом или адвокатом, я чувствую себя осужденным, даже если мне нужна защита. Кроме того, мужчинам ужасно сложно получить опеку над детьми в системе, которая по умолчанию передает их женщинам. Я помню, как однажды ночью был в доме друга. Мне позвонила подруга, и ей нужно было поговорить. Это был довольно приватный разговор, поэтому я вышел на улицу. И, конечно, это происходило примерно в 11 часов ночи. По натуре я такой человек, который любит ходить туда-сюда, когда разговаривает по телефону. Итак, я начал ходить по кварталу. Примерно в третий раз, когда я обошел дом, я увидел приближающуюся машину. Внезапно машина буквально выехала на тротуар, блокируя мне путь. Затем загорелись яркие огни. Я был вынужден поспешно сказать своей подруге, что перезвоню ей, когда вдруг вышел коп. Он был довольно вежлив, но спросил, что я делаю. Я пытался вести себя вежливо и сказал, как он должен был видеть, что я просто гулял и разговаривал по телефону. Тогда была зима, и на мне были черные брюки и толстовка. Я уже понимал, к чему он клонит. Но следующий вопрос, который мне задал полицейский, был такой. А может быть ты пытаешься обойти окрестности, посмотреть, какие двери машин не заперты и ищешь вещи, которые можно украсть? Я действительно просто стоял и в панике смотрел на него секунду. Наконец я вздохнул и сказал, послушайте, у меня есть ключи в кармане. Я был в доме друга и вышел, чтобы позвонить по телефону. Я покажу вам, где моя машина и мой друг может поручиться за меня. Полицейский взял мое удостоверение личности, посмотрел на него, но больше ничего не проверял. Он сказал мне, что кто-то подал жалобу на подозрительного человека, который ходит по окрестностям. Я буквально просто ходил вокруг дома по тротуару того же квартала и разговаривал со своей подругой. Меня просто искренне удивила первоначальная агрессивность этого копа и его вопросы. Это был хороший район, ничего в конечном итоге не произошло. И что меня разозлило, коп посоветовал мне просто пойти внутрь и поговорить со своей подругой позже. Я, черт возьми, ничего не делал. Что касается всех проблем с имиджем тела, с которыми сталкиваются женщины, срочная новость. Мужчины тоже могут быть толстыми и их за это тоже могут высмеивать. И если полный мужчина придет на свидание, не сказав, что он полный, женщина, вероятно, сразу отвернется от него. Мужчинам приходится иметь дело с проблемами, которых, в отличие от веса, на самом деле нельзя изменить. Их судят по росту, размеру достоинства. Их осуждают за то, что они худощавые и советуют нарастить мускулов. Также за облысения. Это гораздо более распространенная и обширная проблема у мужчин. Но в отличие от женщин, прежде всего, над нами смеются гораздо больше, если мы грустим по этому поводу. Или что-то еще в этом смысле. И у нас нет никакого массового движения, рассказывающего, как мужчин травят за их тело, и что на самом деле женщины тоже могут быть сексистами. Быть невысокими и оцениваться по физическим характеристикам, которые невозможно изменить. Женщины любят ныть о своем весе и о необходимости соответствовать определенным стандартам тела. Но вес это то, что они могут изменить. А рост же изменить нельзя. Женщины не проживут и недели, как низкие мужчины. Когда вы хотите начать отношения, именно вы должны быть тем, кто сделает первый шаг. Но если вы сделаете это неправильно, девушка просто исчезнет. Это считается нормальным, даже смешно, если девушка оскорбляет парня или жестоко к нему относится. Если вы впали в депрессию, все думают, что вы просто возьмете себя в руки и справитесь с этим. А женщины по умолчанию боятся вас. Наносить увещи мужским гениталиям в детстве является полностью законным делом. Предвзятые квоты найма. Особенно в отношении мужчин из Азии. Более длительные сроки тюремного заключения за аналогичные женским преступления, демонизация мужчин феминистками, выборочное обслуживание и невозможность получить вакцину против ВПЧ. Даже если доказано, что это предотвращает рак головы и шеи с низкими долгосрочными и высокими показателями выживаемости. По крайней мере в Великобритании. Слишком сильно нервничать, боясь погладить или поговорить о чьей-то собаке, когда кто-то выгуливает ее, опасаясь того, что вас назовут странным. Много лет назад, когда мне было 14, я гулял по своему старому городу и, пытаясь быть дружелюбным, всегда говорил, О, какая милая собачка, я могу ее погладить? И на меня всегда странно смотрели и очень неохотно говорили, конечно, все время очень нервно смотря на меня. В конце концов, я все понял и просто перестал гулять по городу. Я сидел подавленный в своей комнате, все время думая, что со мной что-то не так. Просто встречаться с женщинами. Во-первых, вас сразу наверняка будут рассматривать как мерзавца, а во-вторых, вы склонны быть для женщин простым белым шумом, из-за количества других придурков, которые уже испортили им вечер еще до того, как вы появились. Привет парням, которые любят посылать свои обнаженные фотографии незнакомым девушкам. Вы испортили жизнь вообще всем нам. Грипп и простудные заболевания, респираторно-вирусная инфекция. Вообще-то мужская простуда реальная, но поскольку эстроген плюс более сильный женский иммунный обеспечивают большую защиту, более легкие симптомы и более короткие периоды болезни у женщин, мужчин чаще госпитализируют и они чаще погибают от простого гриппа. Предполагается, что это эволюционная черта и что мужская стратегия сохранения энергии и возвращения к боевой форме является результатом именно этого. Выбор между тем, чтобы быть кормильцем для семьи или считаться неудачником, с которым никто не хочет взаимодействовать, и лишением права выражать эмоции, потому что ты ведешь себя не как мужчина. Тот факт, что женщина может обвинить вас в том, чего вы не делали, и разрушить вашу жизнь, потому что никто, черт возьми, вам не поверит. Есть бесчисленные проблемы, с которыми сталкиваются мужчины и с которыми не сталкиваются девушки. Но есть только одна область, в которой мужчины доминируют, но общество боится это признать – духовность. На протяжении всей истории самые просвещенные существа были только мужчинами, а не женщинами. Причина в том, что у большинства женщин слабые кости, спины, и они более склонны к бахте йоге. С другой стороны, у мужчин есть много возможностей в поисках духовности. Это причина того, что мужчины становятся более просветленными. Когда я ищу отношения, я должен быть напористым. Но не слишком напористым, иначе меня назовут агрессивным и обвинят в домогательствах. Я очень социально неловкий человек. Я такой неловкий в социальном плане, что Скотт Финг Пилигрим выглядит по сравнению со мной великим соблазнителем. Обычно я не могу обличить флирт от простого дружелюбного поведения. Поэтому просто скажите мне, что вы хотите сказать. Хотите как-нибудь пойти куда-то? Возможно, вам придется пригласить меня первой. Потому что если это чувство взаимно, когда я попытаюсь пригласить вас, мой язык может решить, что ему пора в отпуск. И я не смогу ничего из себя выдавить. Возможное сознание того, что независимо от того, насколько ты кому-то нравишься, ты все равно для нее чертов кошелек. И женщины и мужчины по какой-то причине не хотят встречаться с безработным партнером. И тут единственный смысл вашего существования – обеспечивать, если женщина не может делать этого. Ты бесполезен и гораздо менее желателен в качестве партнера. По профессии моя зарплата может достигать шести цифр. И часто требует ученой степени. Но я был безработным, меня мучили счета за врачей. Я жил в трущобах, позвольте так сказать. Я прошел путь от завидного холостяка до жуткого старикашки чертовски быстро. Есть волшебное явление, называемое платоническими объятиями. Это одна из самых расслабляющих вещей на свете. Однако получить такие объятия, как мужчина, это почти настолько напряженно, что полностью противодействует расслаблению, которое оно приносит. Я даже не думаю, что некоторые из моих подруг будут против, но эти ожидания так глубоко укоренились в моем собственном мозгу, что я начинаю стесняться и тревожиться, просто думая о том, чтобы попросить кого-то обняться. Женщины всегда ждут, что он будет говорить чушь и странно смотреть на меня весь вечер. А мужчин беспокоят, что их воспримут неправильно и будут думать, что они пристают. Все, чего я хочу, это простых объятий. Один из моих школьных приятелей не носил нижнего белья. Никогда, никогда за всю свою жизнь. Итак, однажды мы играли в мяч на уроке физкультуры. Я был на первой базе. Он пнул мяч вправо по центру. Обогнал меня на первой базе. Посмотрел в сторону дальнего поля и повернул ко второй, что говорит о том, что он собирается сделать трюк. Но кое-что произошло сразу после второй базы. Он ударил по мячу, тот отрикошетил ему прямо в пах. Парень сделал еще два шага, а затем просто взорвался громким криком. Потом он упал на колени и почти зарылся в землю, неведомым физической культурой способом. Короче говоря, он настолько сильно ударил себя, что его пришлось госпитализировать. Я никогда не забуду выражение его лица и его высокий задыхающийся стон, похожий на гудок огромного паровоза. Готов поспорить, мы все носили спортивные ремни после этого случая. Идти за женщиной и вдруг осознать, что вот-вот догонишь ее. Из-за нежелания выглядеть жутко или пугать ее, я большой крепкий деревенский тип, приходится притормаживать. Потом я осознаю, что скорее всего я останусь в ее воспоминаниях тем страшным парнем, что шел за ней на улице. Ну а на этом видео заканчивается, и если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Народ, давайте попробуем набрать на этом видео 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю вы можете. Также если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!